Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в передаче «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей и проходящей недели с гостями нашей программы. Я их сразу же хочу представить. Дионис Спектр, обозреватель и блогер. Дионис, приветствую вас! Здравствуйте! Здравствуйте! И Михаил Радовский, обозреватель и блогер. Михаил, приветствую вас! Приветствую! Рад всех видеть! Спасибо, что пригласили! Спасибо вам за участие, Михаил и Дионис. Вы находитесь в Соединенных Штатах. Тем легче будет говорить по американским темам. Давайте с этого и начнем. Итак, на этой неделе выступал и Трамп, выступала и Камала Харрис. И, в общем-то, Трамп, так он традиционно обрушился на свою сопернику с кандидата Демпартии, с целым рядом личных политических таких нападок. При этом некоторые его союзники, спонсоры и советники выражают обеспокоенность этим, особенно его выпадами, касающимися интеллекта вице-президента США. Ну, Трамп просто называет ее глупой. Я должен сказать, что она себя как-то в противоположном качестве не особенно проявила. Но, в общем-то, советники Трампа предложили ему сосредоточиться на провальной политике, которую Харрис продвигала во время своего пребывания в должности вице-президента. И отойти как-то от вот этой личностной стороны конкурента. Опять-таки, и в Северной Каролине Трамп показал, что можно избегать резких таких высказываний. И Харрис. Харрис тоже, она, в общем-то, сосредоточилась на каких-то таких вещах, которые связаны с расстановкой сил, с какими-то вопросами экономическими и так далее. Ну, в общем, меняется, меняется характер выступлений. Как-то приспосабливаются к ситуации, ну, прежде всего, Трамп, поскольку для него это совершенно неожиданно было. Когда в результате, ну, как и для всех республиканцев, да и для демократов в немалой степени, когда Байден сошел с дистанции и кандидатом от демократов президента Соединенных Штатов стала Камала Харрис. Ну что, Дионис, давайте начнем с этого. Как вы видите, как это все развивается, как это все раскручивается? Вам слово. Да, я внимательно слежу за теми событиями, которые сейчас происходят в нашей стране. И, конечно, я слежу за Трампом, я слежу за тем, что он говорит. Да, иногда может складываться такое впечатление, что Дональд Трамп берет пистолет и стреляет себе в ногу. Ну, в принципе, понимаете, мы не можем переделать Дональда Трампа, и, как говорится, любим мы его не за этого. Всегда Трампа мы будем все-таки следить не о том, что он говорит, а о том, что он делает. Я бы тоже считал, считаю, что если бы я был посоветником Дональда Трампа, я бы, конечно, посоветовал ему, чтобы больше внимания уделять не личностным нападкам на Камалу Харрис, а уделять экономическим вопросам. И в этом плане я считаю, что Камала Харрис – это великолепная мишень. Тут вообще ничего делать не надо, тут нужно просто говорить правду. Я считаю, что у Трампа сегодня намного выигрышная ситуация, чем у Камалы Харрис, потому что у Трампа есть, что предъявить за время его президентства. И когда мы слышим о том, когда Камала Харрис говорит о том, что в первую неделю, когда она станет, если не дай бог, она станет президентом, первое, что она сделает, она займется с коррупцией, так невольно задается вопрос, а что же вы делаете три с половиной года, ребята? Вы сначала создали проблемы, а сейчас начинаете героически их преодолевать. То есть в этом плане я где-то понимаю тех людей, которые рекомендуют и советуют Трампа, чтобы он все-таки больше концентрировался на фактах. А фактов такое количество, что ему в принципе ничего делать не надо, ему просто нужно говорить правду. Знаете, я вчера прослушал выступление речи Трампа в Норск-Каролайне, и я пришел к выводу, что все-таки Трамп он обучаемый. Мне показалось, что Тональд Трамп учел те выводы, которые говорили ему советники. Он в основном говорил об экономических промахах, о полном коллапсе, об этом ужасном результате президентства Камала Харрис. Мы в результате этого президента имеем две страшные войны, мы имеем страшную инфляцию, мы имеем обнищание нашей страны, мы имеем армию, около 20 миллионов армия нелегалов. И все эти вещи Дональд Трамп подчеркивал в Нейшвилде. Конечно, не пошлось без того, что нет да нет, он, конечно, переходил на личность, но мне показалось, что у меня было такое ощущение, что все-таки главный упор был сделан именно на экономические промахи Камала Харрис, и под всем этим подводил такой итог. Так за что нужно американскому избирателю голосовать? За успех, за экономические программы Дональда Трампа, которые привели к очень хорошей жизни в Америке. Или нужно голосовать за Камала Харрис, которая была назначена таким негласным министром по границе. И в результате мы имеем такую вот армию нелегалов, и мы имеем, значит, 200 тысяч смертей от фенотенила. Это вот страшное вещество, которое нелегально заводится в Америку. Поэтому я считаю, что вот это выступление Трампа в Нейшвилле, в общем-то, я сделал вывод, что все-таки Трамп делает выводы о том, что ему говорят. И, знаете, мне очень понравилась речь Трампа и Маска. Тут очень много разговоров было на эту тему. Значит, есть люди, которые... Давайте мы это оставим немножко позже. Разговоры Лона Маска и Трампа, это немножко другая тема. И мы на ней тоже остановимся. Я должен сказать, что вы говорите, надо концентрироваться на экономических проблемах. То же самое, кстати, и Камал и Харрис говорят, что вообще ей советуют скорректировать свои предвыборные такие тезисы и сосредоточиться на экономических вопросах. Опять-таки и Трамп, и Камала Харрис. Я должен сказать, что когда она будет говорить по поводу Трампа, у него же есть достижения экономические. Он все-таки 4 года был президентом и немало сделал на этом поприще. И здесь интересно будет. Ее-то легче всего клевать, поскольку она вице-президент и действующий вице-президент. А сами мы видим, что она сделается с экономикой. Здесь я хотел бы обратить внимание на такой опрос МРС. Это консервативная группа, которая наблюдает за средствами массовой информации. Они опросили 1200 человек, включая 800 зарегистрированных демократов и 400 независимых. Они говорят о том, что масса людей просто не знает, какие позиции у Камал и Харрис по самым разным вопросам. Они не знают по поводу ее радикальной деятельности. Вот 10 проект, 10 аспектов они выделяют. Харрис рассмотрела бы возможность разрешить заключенным, приговоренным к смертной казни голосовать. 86% об этом не знают, 14% только в курсе. Харрис поддерживает ликвидацию частного здравоохранения. 81% запрошенных не знают, 19% в курсе. Харрис поддержала идею создания фонда, который будет помогать протестующим во время беспорядка в 2020 году. Об этом не знают 78% опрошенных. Харрис поддержала упразднение ICI. Об этом 77% не знают. Харрис была названа самым либеральным сенатором США в 2019 году. 75% об этом не знают. Харрис заявила, что нелегальный въезд в США не должен считаться преступлением. 74% об этих ее заявлениях не знают. Харрис была одним из спонсоров «Зеленого нового курса». 73% об этом не знают. Благодаря «Зеленому новому курсу» у нас, кстати, до сих пор такие цены на заправки. И не только. Харрис никогда не посещала зоны конфликтов на границе в качестве пограничного царя. 72% об этом не знают. Харрис поддержала сокращение финансирования полиции. 71% об этом не знают. Харрис поддержала выплату репараций для искупления вины за рабство в США. 71% об этом не знают. Так что, в общем-то, есть вот такой опрос, своего рода методичка. Я бы рекомендовал пользоваться республиканцам, которые хотят рассказать о Харрис вот такими позициями. Их здесь в данном случае 10. Но на самом деле их гораздо больше. Михаил, ваш взгляд на то, как сегодня все это происходит? Ну, я совершенно с вами согласен. Но мне кажется, что демократы тактически лучше. То есть, речь не идет о кстракте и Харриса именно о демократах. Они вовремя поменяли кандидата. Они поняли, что это не проходной. Они очень красиво водят Харрис. То есть, Харрис якобы отказывается от своего прошлого, о чем вы говорили. А у него прошлое тянется еще с того времени, когда она прокурор. Есть очень много вещей. Я за первые за пять минут увидел статью BBC, датированную 20-м годом, о политическом глядах Харрис. Вот то, что вы говорили, и много больше. То есть, это все известно. Это все задокументировано. И все, что надо, это подавать электорату и показывать, что такое Харрис. Я не хочу повторять или добавлять, но там очень много всего. Демократы что делают? Харрис как бы отказывается от этого или делает вид, что этого не было. И ей не надо давать возможность сделать это. А республиканцы, наоборот, на мой взгляд, делают ошибки. Тот же Вэнс, выбор Вэнса, на мой взгляд, Ники Хелли и Марка Рубио были бы лучше. Почему? Они бы дали дополнительный электорат. Выбор Вэнса – это фактическая ориентация на белых мужчин. Но, как предыдущие выборы показали, этого недостаточно. Дальше. Трамп должен забыть вообще фамилию Байдена. Его нету. Все, он умер. Значит, есть администрация Байдена-тарь. Он не должен упоминать Байдена. То, что вы говорили, и Денис говорил, что республиканцы не готовы были к замене кандидата, извините, это несерьезно. О том, что поменяют Байдена, за месяца два не говорил только ленивые. К этому надо было готовиться. И это надо было знать. Что касается Трампа, для него очень хороший шанс, должны быть дебаты. Потому как, по мнению многих обозревателей, Харрис без телепромтера, она как бы не способна говорить. И тут Трамп должен показать, что он более толковый, более грамотный, способен разговаривать, способен отвечать на вопросы. Но для этого надо готовиться к дебатам. И вот тут я не уверен, что Трамп вообще будет к чему-то готовиться. К сожалению, это видно было по его выступлению. Значит, дебаты должны быть 10 сентября. Вот такая моя точка. Опять же, я не буду повторять все светлое прошлое Харриса. Харрис, начиная с ее деятельности в качестве прокурора. Это ультралевая. И, по мнению очень многих, она значительно левее Байдена. Она, может быть, и тянула Байдена. Ну, отдельный разговор это по поводу Израиля, по поводу Нитаниягу. Там вообще светлые перспективы. Ну, где-то подкашли. Ну, кстати, я говорил о том, что советует окружение Трампа ему. А вот Харрис, считают ее советники, следует сконцентрироваться на вопросах снижения стоимости продуктов питания. Ну, мне кажется, очень уязвимый для нее момент, поскольку продукты питания у нас постоянно растут. А в то время, когда она вице-президент, она почему этим заниматься не могла, почему нельзя было на этом сконцентрироваться. Жилья и услуг здравоохранения, улучшение условий кредитов и налоговых освобождений на детей. Ну, то есть, вот они хотят противоставлять все это обещанием донорда Трампа изменить систему тарифов и налогов в целом. Ну, вот таковы советы Камали Харрис. Дионис. Да, я с вами согласен, что, вот и с Михаилом согласен о том, что Трампу нужно забыть, ну, как, это, конечно, очень тяжело забыть о Байдене, но, в принципе, нужно исходить из того, что есть сегодня, хотя, вы знаете, у нас скоро начинается съезд демократической партии. Есть даже другое мнение, вы будете смеяться, но есть мнение о том, что сам Байден, он очень недоволен тем, что его сняли, я считаю, что это был совершенно дворцовый переворот, это без разоговоров, Трамп, то есть, извиняюсь, Байден за день до того, как сообщить о том, что он уходит, он никуда вообще уходить не собирался, и, значит, на основании одного журналистского расследования стало известно о том, что Барак Обама и Камала Харрис, они были главные инициаторы того, чтобы он ушел, они просто шантажировали его. Так вот, и съезд, который начнется через несколько дней у нас, там вообще могут быть очень интересные события, значит, во-первых, Байден может заявить о том, что он никуда не собирается уходить, это будет вообще выводить, но это такая маленькая вероятность того существует, и вторая вероятность такая, что если Байден об этом скажет, то его просто снимут по 25-й поправке, и мы будем иметь 47-го президента, фамилия которой будет Камала Харрис, она будет заканчивать срок. То есть нужно, я считаю, что мы не должны встречать никакие сценарии. По поводу того, что, значит, то, что вы сказали о Камале Харрисе, я, конечно, даже согласен, я считаю, что Трампу нужно постоянно подчеркивать ее прошлое, ее достижение. Нужно говорить о том, что она достигла, что было сделано конкретно по пунктам. Нужно обязательно упомянуть о том, что когда она была главным прокурором Калифорнии, вы, наверное, знаете все в этом сумасшедшем случае, безумном, когда человек был на 7 лет осужден темнокожей, потом через 7 лет, она, кстати, виновила приговор, потом через 7 лет оказалось, что, в общем-то, это была ошибка, и он был невиновен. То есть нужно факты, 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 еще раз факты. Конечно же, дяде Дональду, которому я симпатизирую до сих пор, я, конечно, третий раз пойду за него голосовать, нужно прекрасно понимать, что чем больше он переходит на личность оппонента, тем больше он делает пиар в его пользу. Поэтому я согласен с Михаилом, что, во-первых, про Байдена нужно уже забыть, хотя Байден это уже сбитый летчик, отработанный материал. И концентрироваться исключительно на аргументах и фактах, которые должны исходить из той деятельности, которую мы видели у Харрис. Я даже считаю, что мы все прекрасно знаем о моральной стороне Харрис, мы знаем, как она всего добилась. Об этом говорить, я считаю, не надо, и совершенно не надо говорить о цвете ее кожи. Я, в принципе, тоже считаю, что черная повестка Харрис выбрана. Почему? Потому что это выгодно, это удобно, это, знаете, как когда-то в Советском Союзе очень выгодно было быть коммунистом. Почему? Потому что член партии имел все льготы, у него была возможность продвигаться по карьерной лестнице. У нас сейчас цвет кожи определяет очень много, я думаю, именно по этой причине Харрис стал называть себя якобы темнокожей. Но об этом, я считаю, тоже не нужно публично говорить, это только поет ему на минус. Ну, уже все сказано, да, по этому поводу, я тоже думаю, что не нужно акцентировать на этом особенное внимание. Опять-таки, ты всегда можешь вызвать как одну реакцию, так и противоположную ей. Давайте остановимся, да, на вот этой двухчасовой беседе Трампа и Илона Маска. Это все происходило на платформе Экс на этой неделе. Ну, она как-то началась там минут на 30-40 позже. Илон Маск говорил о том, что это была кибератака. Не знаю, в общем, почему-то на этом особенный делается акцент какой-то. Ну, мало ли, начали позже. В конце концов, не было это как-то так, может быть, и достаточно жестко оговорено. Но, опять-таки, кто хотел, тот посмотрел. По окончании беседы Маск сказал, что было около миллиарда просмотров. Но это огромное, конечно, количество. Опять-таки, всем интересно в мире, поскольку это платформа Экс в интернете, то понятно, что это люди смотрели из разных стран мира, из разных точек земного шара. Ну, вот, Михаил, ваш взгляд на то, как это все происходило? Может быть, какие-то отдельные ответы Трампа, вопросы Илона Маска? Он, кстати, вначале как-то... Ну, они начали с того, что вот было покушение на Трампа, как это вы все пережили, как это все происходило и так далее. А потом Илон Маск, он как-то так, как интервьюер, он ослабил хватку. И, в основном, начался такой вот разговор между двумя людьми, которые встретились и обсуждают самые разные темы. То есть, я не могу сказать, что это было в таком жестком формате, именно интервью проходило. Михаил. Да, если можно, я хочу сказать по поводу понижения цен на продукты. Да, пожалуйста. Тут же есть великолепный контраргумент. Стоимость бензина входит в эти цены. То есть, на самом деле, Харрис и Байден, регулируя стоимость бензина, подняли эти цены. Они виноваты. Теперь возвращаюсь к этому. Это даже не интервью. Я в каком-то обозревателе, они называли это чат. Это просто беседа. И в этом плане, как бы, мне кажется, что не были использованы все возможности. Поскольку это не было интервью, это не было жестких ответов, потому что общий такой разговор, вот Харрисон налево говорит Трамп, вот Харрисон налево говорит Маск. Опять же, нет фактов, нет какой-то четкой прицепки. То есть, на мой взгляд, тут можно было все намного жестче, намного четче и намного агрессивнее. Вот это мое отношение к этому разговору. То есть, были возможности, которые, скажем, не были реализованы. Ну, к примеру. К примеру. Ну, вот я вот сказал, пожалуйста, зачем говорить о том, что Харрис левый. Говорите конкретно о вещах. Пункт за пунктом вот это, это, то. Она говорила тогда-то, она говорила то-то, она делала вот так-то. Это не понимаю. Но левым можно сказать про кого угодно, понимаете. Ну, вот конкретно вот такой вот этот подход. На мой взгляд, это неверно. Опять же, надо следить и с четко, и с фактами, и с пониманием, и с цитированием. Ну, кстати, вполне я согласен с подведенным итогом Илоном Маском. Он сказал, что Камала Харрис это тупик, а Трамп это наше будущее нашей страны. Это было, конечно, приятно услышать от человека, который только недавно, в общем-то, заговорил о том, что он поддерживает республиканскую партию окончательно. Были у него такой разброды шатания. А здесь многие, ну, особенно в русскоязычном формате, говорят и обсуждают тему Украины, которую они подняли. И Трамп там высказался в разных направлениях, включая и Зеленского, и охарактеризовал свои отношения с Путиным. В общем-то, он, кстати, не сказал, совершенно не сказал о том, что он будет ослаблять вооруженную поддержку, поддержку оружием Украины. Вот, он сказал, что, ну, да, хорошо бы, конечно, эту войну заканчивать, потому что и люди погибают. Это, в общем-то, нужно уже ставить на этом точку. Но, в общем-то, он абсолютно ничего по поводу своего плана практически не сказал. План, который, я говорил об этом на прошлой неделе, ну, так, в подробностях, там, 7 пунктов, выставил Майк Помпео. В Wall Street Journal, и он и назвал, собственно говоря, вот свою эту колонку, он назвал «План Трампа по Украине». И Помпео, я напомню, он был госсекретарем с 2018 по 2021 год, так что нельзя было не обратить на эту публикацию внимания. В качестве вот таких вот советов он, в общем-то, все это преподнес, как план Трампа. Там речи не идет о том, что Трамп каким-то образом будет ослаблять украинскую поддержку. Наоборот, речь шла о том, что он восстановит Ленд-Лиз, и там может быть финансирование около 500 миллиардов долларов, половина триллиона, чтобы Украине хватило и оружия закупить, и страну восстановить, и успешно бороться с Россией. Ну, вот так, это пишет Помпео. Двухчасовая беседа Трампа и Илона Маска. Вот в этом плане, в украинском, Михаил, как вы это все можете прокомментировать? Ну, это намного лучше, кстати, чем изображают украинские СМИ. Также там все это изуродовано, там Трамп чуть ли не клянется бы Путину и так далее. Это достаточно взвешенная позиция, очень осторожная. Он там словался, что он как бы запрещал Путину, и Путин его боялся, он об этом говорил. Там не был представлен план, что, опять же, на мой взгляд, я бы хотел больше конкретики, не очень хорошо, но это не есть то, как пытаются представить это украинские демократические СМИ. Там нет отказа от поставок, там нет желания сдать какую-то часть Украины. Это скорее Байден с теми поставками, с тем составом поставок, которые сейчас существуют, хочет сдать Украину. То есть это вполне вменяемое, но, опять же, я хочу сказать, что он мог бы сделать это больше и лучше. Я должен сказать по поводу сдать Украину, я постоянно напоминаю, что, в общем-то, позиция Байдена и его администрации в самом начале конфликта, агрессии, 24 февраля 2022 года, она была следующей. Президент Зеленский, мы вам предоставляем самолет, вы покидаете Киев, ну и таким образом сдаем Украину Путину. Вот позиция была Байдена. Естественно, что она потом модифицировалась, модифицировалась и так далее, но, в общем-то, мы не должны забывать, что изначальная платформа была, нападение России на Украину, ну, Украину надо сдавать, Киев будет взят там за три дня, нужно успеть вывести Зеленского. Слава Богу, он отказался. Дионис, двухчасовая беседа Трампа и Илона Маска на платформе X, ваш комментарий. Ну, во-первых, я считаю, что сам факт того, что состоялась эта беседа, это уже говорит о том, что какой немыслимый интерес вообще это представляет для всего мира. Подумайте, Геннадий, вы можете себе представить, чтобы кто-нибудь из ныне действующих политиков, например, Обама или, может быть, Байден или, может быть, Камала Харрис сделает интервью, которое за один раз посмотрело бы миллион 300-300 человек, и средняя аудитория, которая смотрела эту передачу, от 25 до 35 лет. Я считаю, что это было сделано очень грамотно, очень своевременно. Для чего это было сделано? Для того, чтобы молодежь, которая сейчас якобы по некоторым источникам начала перекидываться на Харрис, посмотрела и увидела, что у нас происходит на самом деле. Из самой беседы Трампа с Маском я бы выделил несколько моментов, что мне очень понравилось. Мне очень понравилось это заявление Трампа о том, что в Америке будет создан железный купол по тому принципу, по такому методу, как это сделано в Израиле. Вот в свете того, что у нас сегодня происходит в мире, исходя из того, что Америка должна обезопасить себя от всяких постмажорных ситуаций, я считаю, что это было сделано очень своевременно и очень грамотно. Поэтому я считаю, что когда Трамп сказал о том, что мы очень нуждаемся в этом железном куполе, это было очень правильное слово, и он заботится прежде всего о безопасности Америки и с уважением относится к израильтянам, которые создали этот железный купол. Второй момент, который мне очень понравился в этой беседе, я бы его выделил, это о том, что Трамп предложил создать вот такую комиссию, специальную комиссию, которая будет отвечать за то, куда уходят деньги американских налогоплательщиков, потому что мы до сих пор не знаем, что происходит с нашими деньгами. И, в общем-то, Трамп затронул эту проблему. И если вы наверняка смотрели передачу, вы наверняка заметили о том, что даже в шутя Илон Маск сказал о том, что он даже не против того, чтобы назначить вот эту комиссию. В разговоре с Маском Трамп раскритиковал президента Байдена. Ну, в общем-то, надо было это делать или не надо, это уже большой вопрос, мы уже об этом говорили. В принципе, кто-то, кто смотрел эту передачу, то, знаете, раздражное мнение на этот счет. Некоторые считают, что ничего нового они не увидели, некоторые считают, что Трамп практически повторил то, что мы знаем раньше. А я считаю, что я вижу это так, как я перед собой видел беседу двух единомышленников, я видел беседу двух людей, вот на обывательском уровне, если я буду рассуждать, я видел беседу двух людей, которые очень сильно переживают за Америку. Значит, не было штампов, не было каких-то вот таких заготовленных реплик, что часто бывает в политике. И я обратил внимание, что, конечно же, Илон Маск замечательный бизнесмен, но, в общем-то, в качестве интервьюрера, который где-то задал вопросы, наверное, это было немножко смешно выглядеть, но это было естественно. И естественно, это понятно, что журналистика – это не его, хотя он очень старался. И, значит, мне понравилось так, что об этой беседе то, что, знаете, вот когда беседуют два политика, у них заготовленные штампы. Они говорят так, что понравятся аудитории. В чем, с моей точки зрения, вот изюминка, прелесть Трампа? В том, что он не политик, и в какой-то момент это вызывает много симпатий у людей, которые его слушают. У него нет заготовленных штамповок, понимаете? Он говорит с вами так, как на вашем уровне. И вот беседа Трампа и Илона Маска напомнила мне просто беседу двух единомышленников, которые очень сильно переживают за свою страну. Я считаю, что, если можно так сказать, что, судя по тому, какая просто реакция, судя по тому, как неприятие в мировой общественности в самого интервью, мы помним о том, что она была задержкой. Трамп, я извиняюсь, Илона Маска сказал о том, что это вообще была хакерская атака. То есть, в принципе, Евросоюз, прогрессивная общественность, она совершенно не приемлет другого мнения. Поэтому я считаю, что это было очень правильное интервью, несмотря на то, что, может быть, кто-то сказал, что это было скучно, не скучно. Но вы знаете, вы судите по результатам. Сколько человек в мире посмотрело это интервью. Поэтому я надеюсь, что само интервью окажет положительный эффект на наше будущее. Вот Михаил сказал о том, что 10 сентября у нас будут дебаты, в которых Трамп должен четко все разложить, этот политический пассианс. Я считаю, что это будет продолжение. Поэтому задел сделан очень хороший. Мне интервью понравилось. Несмотря на то, что много вещей, конечно, Дональду Трампу не надо было говорить, но, знаете, это уже, видимо, беда характера. Знаете, мы очень часто, я слышу людей, которые критикуют Трампа, вот он не должен был говорить это, он должен был говорить так. В общем, мы все умные, мы все знаем, как, что должен говорить Дональд Трамп. А я смотрю, знаете, я смотрю все-таки по результатам опросов. Наверное, вы их смотрите. Я, наверное, даже, как и вы, наблюдаю за полимаркетом, такой садистом. Что такое полимаркет? Полимаркет — это тотализатор. Это типа, как вы пришли на игру и смотрите, как играют там Питтсбург Пингресс и Нью-Йорк Рэнджис. Вы смотрите хоккейную игру и вы ставите ставки. Кто победит? Еще буквально до того, как Камалу Харрис номинировали, до того, как стало известно, что она пойдет кандидатом, Трампа перешел на полимаркете в два раза. Сейчас, если вы посмотрите, там, значит, 54-46 Трамп проигрывает. О чем это говорит? О том, что у нас очень сильно развита пропаганда. То есть пропаганда, которую мы видим со стороны демократической партии, она просто раздавливает мозги. Это не потому, что Трамп слабый или не слабый. Вот что такое пропаганда. Правда, есть еще и другой сайт, который называется «Расмусом». Извиняюсь. Так вот, в «Расмусе» нет, Трампа перешает стабильно на 5%. То есть полимаркет – это не сайт, где у людей берут интервью. Это вот чистый тотализатор. Просто это говорит о том, что как пропаганда направлена против Трампа, но, собственно, кого это можно удивить. Ну, я должен сказать, что в данном случае мы ведь наблюдаем то, что называется «Медовый месяц». Да, вот Камала Харрис. Да, «Медовый месяц». Камала Харрис, да, она назначила себе вице-президента, с которым она разъезжает. Ну, получается так. С одной стороны, она всем уже надоела, и вообще ее было не слышно. А вдруг она теперь в новом качестве, ей делают новую биографию. Я, кстати, хотел бы, чтобы она откликнулась на приглашение Илона Маска. Он сказал, что после Трампа я готов поговорить тоже на платформе «Экс» с Камалой Харрис. Я вообще за то, чтобы она как можно больше говорила. Вот когда она говорит, когда за нее говорят, когда ее поддерживают средства массовой информации, рассказывают, какая она замечательная, это одно. Вот это вот сейчас работает. Она еще мало говорила. Вот ей нужно как можно больше дать возможности говорить. И действительно, тогда становится понятно ее, в общем-то, уровень. Вот это очень важно. Она с этим уровнем и выходила, собственно, на общенациональную платформу, когда она в 2020 году заявила, что хочет баллотироваться в президенты. Она получила 4% в собственной партии поддержки. 4%. Ей нужно больше дать говорить. Я с удовольствием бы послушал ее в разговоре с Илоном Маском. Было бы замечательно. Особенно, если бы удалось ему разговорить, Камалу Харрис, на 2 часа. Вот за 2 часа она бы очень много наговорила. И смеялись бы, вот животики бы наторвали в Соединенных Штатах и во всем мире. Ну что, давайте прервемся на техническую паузу. И после этого вернемся, это ненадолго, после этого вернемся в нашу программу.